Всем здарова, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня мы взглянем на очень крутой бой на Бабахе FV215B183. И, в общем-то, сделаем вывод, стал ли этот танк хуже после изменения в фугасах. Ну и, как всегда, вы можете выиграть золото. Вот победитель в прошлом видео, если хотите стать победителем, вам нужно написать комментарий и указать свой игровой ник. Тем самым вы имеете шанс среди других зрителей выиграть голду. В принципе, шансы довольно высокие сейчас, потому что комментировать не так много. Все-таки это, и поэтому шансы повыше, чем обычно. Также вы можете подключить новый набор Бесшумный Охотник с премиум танками, такими как СТА-2, Каналон Ягдпанзер 105, ТИП-62, ВК-4503 и многими другими. Так что, если у вас есть желание хороший наборчик получить, то по ссылке в первом закрепленном комментарии вы можете это сделать. Ну вот, начало боя такое вот, где игрок встал, в общем-то, на простейшую позицию для прострела и наносит урон, в общем, отсюда 1459 урона он уже настрелял, возможно, даже больше, потому что там блайнды были. И, кстати, в этом бою нанесено очень много урона, то есть, некоторый такой рекорд тут имеется, поэтому особо интересно будет посмотреть, как же Бабаха настреляла именно столько. Удивительное рвение у игрока, то есть, он в одну и ту же точку, в общем-то, стреляет, но там, правда, много врагов светилось, может быть, и действительно по кому-то он попадает. В принципе, я считаю, что Бабаха не занерфлена вот этой вот новой механикой фугасов, то есть, по-прежнему Бабаха способна выдавать хороший урон, но для этого все-таки нужно чуть немножечко по-другому стрелять, нежели раньше вам достаточно было примерно выстрелить туда, где броня слабая. Сейчас же нужно прям очень тщательно выцеливать, ну, на расстоянии, конечно, что-то там выцеливаешь, потому что понятно, что фугасы имеют огромный, там, огромный разброс, и там точность никакой, в общем-то, ну, никакой точности там нету нормальной, так что смысла там нацелиться не вижу. В городе уже идет разборка, тут уже очевидно, что союзники там не смогут продержаться долго, там добивают последнего союзника, еще один рядом союзник на Бабахе, но игрок не уезжает, что, в общем-то, интересное довольно-таки решение, и вот тут вот, конечно, вот эти изменения, которые сделали разработчики, то есть теперь фугас сопростреливает заборчики, то есть раньше при такой же ситуации фугас просто бы попал в забор, дальше бы не полетел бы, то сейчас, собственно, он сломал забор, вы могли видеть, и в бочину Е3 с пробитием прошло, так что ваншоты никуда не делись от Бабахи, по-прежнему эта ПТ-САУ наносит огромное количество урона. Также, друзья, стоит отметить, что эта ПТ-шка должна будет продаваться за бонок, по крайней мере, разработчики нам раньше обещали это, и когда боновый магазин обновится, соответственно, данная машина, я думаю, будет продаваться, ну, наверняка по цене 1015, как обычно, новые десятки продаются, ну, хотя танк, конечно, не новый, но, в принципе, не у всех он есть, и получается Леопарда еще забрать, ну, тут не ваншот, тут 829 урона, но я думаю, если бы у Леопарда было бы в хулл ХП, то я думаю, что там ваншот был бы, так что такая вот, казалось бы, простейшая позиция, а вот сколько урона, и вот интересный такой выстрел будет по Е3, ну, очевидно, что тут снаряд в борт залетел, там, наверное, моторный отсек, и противник отправляется в ангар, то есть, то есть, наверняка и раньше был, тут ваншот был бы и сейчас бы, то есть, ничего не поменялось, если бы игрок стрельнул бы там в лоб, то, естественно, никакого большого урона там не было бы. Светляки уже вражеские кружат на базе, и понятно, что, ну, тут уже дело может подойти к сливу. Ну, тут, конечно, респект игроку за этот выстрел, за этот ваншот, я, честно говоря, не понял, как он так смог простылить блайндом, что ли, просто вообще сумасшедший выстрел. Еще один враг тут появляется, прямо он решил по центру поехать, ну, отличная идея, учитывая, что тут бабаха наша на центре. Естественно, пробитие проходит, ну, тут очевидно, что если бы игрок стрелял со старым патчем, то прошло бы пробитие, ну, и сейчас проходит, то есть, ничего, по сути, не поменялось. То есть, если брони у врага нет, то фугасы его покарают. Даже сейчас я бы сказал бы, что, возможно, даже еще получше стало, потому что раньше там какие-нибудь гуслы могли урон частично поглотить. Сейчас такого нету, сейчас, скорее всего, там с уроном пройдет по картонному танку. Ну, вот Е100, то есть, такая крупная бронированная цель, и выстрел по нему, ну, возможно, с уроном должен пройти. Соответственно, опять Е100 появляется, и опять можно по нему сделать выстрел. Непонятно, аф-аккаун или просто, не, он, по-моему, не аф-аккаун двигается, просто там встал зачем-то на прострелы. Естественно, нашему герою это только все нравится. И еще один выстрел. И 1115 урона предлетает противнику, ну, в принципе, довольно-таки много. Ну, а сейчас, друзья, хотел бы показать вам, где я смог урвать много золота. Отличный сайт, на котором можно очень часто зарабатывать голду, включая даже бесплатный розыгрыш. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня хотел бы поиграть на сайте Водхаб. И давайте посмотрим бонусы данного сайта. На данный момент можно выиграть 30 дней премиум-аккаунта, а также 7 дней премиум-аккаунта. И давайте играть. Ссылка на сайт в описании, там же промокод, если интересно. Ну, в общем, буду открывать кейс с премиум-танком Сен-Лак. Это ЛТ 8 уровня, кстати. Он мне выпал, все-таки. Отлично. 1340 рублей. Естественно, забираем. Танк в целом, ну, для коллекции, как говорится, сойдет. Не такой уж плохой он. Хотя, все из-за того, что я не ЛТ-вод, может быть, если бы очень любил бы ЛТ, может быть, тогда в таком случае, танк прям отлично заходил бы. И неужели еще раз? Нет. Чуть-чуть проехал мимо. Ну, вполне достаточно. Я думаю, давайте попробуем черного буздога выбить. Хотя он уже не черный, но закрепился такое название. За ним блин, слишком бы быстро пролетело. Чуть-чуть бы затормозило бы тут. и обзавелся бы я буздогом, но нет. В ИАХ. Но у меня еще есть шанс выиграть его. 2000 золота, день према. Неплохо, весьма даже неплохо. И, наверное... Сейчас перейдем на другой кейс. Да, точно. На Инкогнито 2. Нужен какой-нибудь крупный приз. Хотя мне уже выпал премиум танк, а все уже. Ну, вполне нормально. Хороший результат. Остатки оставлены потом. В общем, какие могут быть претензии к Бабахе? Мне кажется, что Бабаха была им бой. Так и остается. Ну, не во всех ситуациях, но во многих. То есть, в ней место находится однозначно. В игре хорошее такое место, где она может раздавать баншоты баншоты, ну или просто хороший урон наносить. Еще один противник засвечивается. Е100, наконец-таки, добирают. И осталось два врага. Среди них Шеридан и ЛТ, что очень плохо. То есть, свет у противника есть. Ну, Яга тоже не очень хорошо. К счастью, удалось все-таки забрать Шеридана. Я не понимаю, что там. Там Яга так долго целится. Или она уже стреляет. А вот она востреливает. Очень долго она целилась. Но нанесла урон, естественно. То есть, в принципе, ну, конечно, не обидно. Практически пол-ХП игрок теряет. Ну, что поделаешь. Тут еще арта немножечко даже накидывает. И Яга едет прям по центру. И вот 1000 урона удается ей нанести. На самом деле, довольно хороший урон. Тут игрок бронебойными стреляет, правда. Ну, в общем, осталось еще одну плюху противнику накинуть. Еще один выстрел от арты на 143. Но нужно добирать, конечно, Ягу, пока она едет. И пока есть возможность из кустов по ней стрелять. Но если Яга попадет по нашему герою, то это, конечно, бой будет закончен. Выстрел в НЛД. И Яга отправляется в ангар. Соответственно, осталось арту добрать. Ну, так как игрок очень долго ехал на базу, я решил вот до этого момента перекрутить. Тут все понятно, короче, что арта встает на захват. Но наш герой встал на захват. Все-таки первее. И он берет базу. Пытался он попасть по арте, но у него не получилось. Ну, какие можно сделать выводы, друзья? Бабаха, по-моему, по-прежнему очень сильный танк. И изменения по фугасам, конечно, что-то поменяли. Даже серьезно, можно сказать. Но все равно не поменяли то, что Бабаха по-прежнему такая очень нимбовая ПТ-САУ. Которая должна еще и продаваться за Бона. И на этом все. Спасибо, что досмотрелось до конца. Желаю вам удачи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok